Загрязнение воздуха – одна из главных проблем в области экологии на сегодняшний день. По данным Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, только за 2022 год в России 80% крупных городов столкнулись с превышением предельно допустимой концентрации токсичных веществ в атмосфере. Это примерно 71 миллион человек страны. Для решения этой проблемы в России активно развиваются альтернативные источники энергии. Около 20% производимой электроэнергии в России возобновляемая, а до 2024 года была принята программа по развитию солнечной и ветроэнергетики. Наука не стоит на месте. Ученые из университетского колледжа в Лондоне разработали наноматериал, способный улучшить эффективность солнечных батарей. Всем кажется, что солнечная батарея – это такое ощущение, что это как батарея классическая, но на самом деле это не так. Солнечная батарея – это просто набор нескольких панелей солнечных, внутри которых стоят обычно сейчас кремниевые такие конструкции, которые преобразуют как раз электромагнитное излучение солнечной энергии в электрический ток, привычный нам. Но в любом случае солнечная энергия, которая попадает на эту пластину, она в прямом виде нам, потребителю, не отдается. Еще в 2019 году ученые заинтересовались потенциалом фосфорных нанолент. Исследователи предположили, что их способность пропускать гораздо больше электроэнергии можно будет использовать для улучшения работы квантовых компьютеров. В эксперименте 2023 года, стремясь улучшить электропроводность фосфора, они добавили крошечное количество мышьяка. После недолгих опытов ученые смогли получить новый вид наноматериалов, который помогает электрическому току двигаться гораздо быстрее обычного. Научные сотрудники колледжа также смогли найти применение и изобретению в солнечных батареях. С помощью нового вещества получится гораздо эффективнее поглощать энергию Солнца. Также исследователи отмечают, что наноленты можно выпускать в больших количествах из-за дешевизны производства. Об экономической целесообразности. Там, где в России уже существует большое количество источников энергии на традиционных энергоносителях, а к традиционным здесь мы как раз можем отнести и гидроэнергетику, это та же самая Саян-Шужинская ГРС. Одна из самых крупных гидроэлектростанций на территории Евразии. Крупнейшая, я бы сказал. Это станции, работающие на угле, мазуте и газ, на газу которых, на природном газе. Соответственно, если там уже существуют мощности, для того, чтобы солнечная электростанция конкурировала с ней, значит, надо, чтобы себестоимость производства была дешевле, чем удельность и себестоимость производства на электростанции, работающие на природном газе. А электростанции на природном газе сейчас самоэкономичные. Развитие альтернативных источников энергии позволит сократить токсичные выбросы в атмосферу. В России этому должно уделяться особое внимание, ведь, например, те же самые частые пожары в Сибири сильно влияют на ухудшение частоты воздуха. За альтернативными источниками энергии будущее, при условии бережного отношения к природе и экологии России. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Фариза Хетуглы, Универньюс.